Детский сад номер 25, расположенный по улице Горпищенко, 37, заработал после реконструкции в декабре 2015 года. Проверить, как работает детское дошкольное учреждение после ремонта, приехала первый заместитель директора Департамента образования правительства Севастополя Светлана Леонидовна Кириленко. По детскому саду номер 25 мы с вами прошли и увидели, что он находится в прекрасном состоянии. Новое оборудование, новая мебель, все сделано в соответствии с нормами СанПИНа, для того, чтобы наши дети могли расти здоровыми, крепкими и сильными ребятами. Светлана Леонидовна не отрицает, что проблема с детскими садами в Севастополе существует. По словам первого заместителя директора, Департамент образования провел большую работу по обеспечению мест в детских дошкольных учреждениях. Так, в 2015 году были открыты два новых детских сада на улице Горпищенко и на проспекте Победы. Кроме того, открыто 8 новых групп в 8 детских садах, уже действующих и функционирующих. В эти 8 новых групп пойдут 240 детей, 240 мест уже. На сегодняшний день они уже, конечно, все заняты. Еще один вопрос, которого коснула Светлана Леонидовна – большая очередь в детские сады. Но, по ее словам, часть трудностей уже решена. На сегодняшний день очередность в возрасте от 3 до 7 лет у нас ликвидирована. Конечно, есть еще родители, которые хотят перевезти детей из одного садика в другой. Есть люди, которые приезжают в город Севастополь. Мы тоже их обеспечиваем местами по возможности. На вопрос, сколько детей до 3 лет сейчас стоит в очереди, первый заместитель директора ответить не смогла. Также она отметила, что департамент образования правительства Севастополя проводил работы по перепрофилированию детских садов. Детские сады компенсирующей направленности, они у нас были перепрофилированы в комбинированные и общеразвивающие детские сады, что позволило направить детские сады еще 350 ребят. Сейчас в Севастополе работает 77 детских дошкольных учреждений. Светлана Леонидовна отметила, что все детские сады в нашем городе полностью укомплектованы и готовы к новому учебному году. Дарья Юхновская, Анатолий Паньков, Севинформбюро.